добрый день дорогие друзья постоянные подписчики и гости моего канала youtube с вами снова я сергей смирнов его ведущий сегодня у нас второй день моего челленджа вот сегодня у нас очень интересный день вчера был дождь вечером и разводу брайана источники сегодня у нас утром плотный графики позавтракал слава богу бог меня обеспечил едой у нас есть еда пообедал слава богу моя жизнь без денег продолжается без наличных вот сейчас я решил немножко отдохнуть расслабиться отвлечься от этих всех новостей хреновости как я говорю мы гуляем по лесу вот мы сейчас зашли в лес соболева представляете это пригород по сути говорят уже реально деревня мы тут ехали автобусом и вот сейчас мы гуляем по лесу боже какая здесь романтика смотрите вот такая реальная чаще мы сейчас сюда залазим по дорожке идем лесовой вот она у нас стежка настоящая тут крутизна ребята тут песня тут такое что-то ветка до ее перешагнуть нужно ветка от у нас такая классная тут аккуратно такое место боже как здесь поют птицей с вы вы слышите это какой здесь воздух жайша камера не передает запах боже вы слышите это вот поют птицы романтика боже как здесь красиво вы только посмотрите какое место мы нашли и недалеко в принципе ехать от нашего района где мы сейчас живем от защанок боже просто эта сказка это песня густой дикий девственный лес боже как это здорово как прекрасно просто быть на свежем воздухе наслаждаться жизнью ребята это экскурсионный маршрут я вам открываю секрет идея для уеха ко мне сейчас приходит даже можно туристические группы водить экскурсии водить реально вот слышите это это дауншифтинг это зеленый туризм ребята это зеленый туризм вот мы в этом только мечтали мы мечтали тут она создала живет с нами как-то вот очень интересный кстати человек и об этом уже рассказывал чуть-чуть вот у нее интересный вообще характер надо да это не об этом и вот она мечтала раньше заняться зеленым туризмом организовать какую-то фирму по отдыху совместному по отдыху на природе я тоже мечтал жить на природе мечтал быть в лесу смотрите как здесь красиво какой здесь воздух мы тут были в мае ребята тут была целая поляна от настоящих классных ландышей а потом мы в как-то переходе виде эти ландыши подобные продают по 5 злотых букетик а мы их совершенно безоплатно как молодежи на халяву нарвали от утрова какая-то некрасивая такие цветочки боже синяки целый ковер цветов вы только это посмотрите сейчас я выберу целый ковер цветов боже вот видите какие красивые цветы здесь какой здесь воздух ребята это место практически не не известно никому она практически по сути говоря не тоже запущена она просто не разведана здесь просто тут поле было дальше мы проходили здесь теперь вот такое вот место здесь можно реально гулять в тишине в мире в покое вот и на самом деле что я осознал я осознал что ребята тут мне некоторые говорят о там ты ходишь гуляешь люди тут погибает война идет а вы тут типа ездите на природу гуляете отдыхаете такие ребята что делать вот скажите если постоянно читать новости постоянно в этом негативе жить постоянно это все служит аж крыша может поехать ребята вот поймите меня поэтому действительно хочется мне как-то себя развлечь порадоваться жизни потому что жизнь у нас просто одна если мы не будем радоваться жизни мы будем унывать а это очень тяжело будет на самом деле жить вот поэтому действительно жизнь нужно дорожить каждым днем каждый день проживать так как будто бы он последний и как здорово что бог нам создал эту природу дал нам это место друзья вот смотрите как здесь здорово вчера прошел дождик а сегодня уже светит солнышко тепло но еще не жарко вот я вот сейчас хочу вам просто показать вот такие заросли тут такая просто места песня какие тут красивые сосны вот как здорово что можно здесь вот так просто легко отдыхать и самое главное что и не нужно далеко куда-то ехать как я уже говорил как в харькове вот ты едешь в харькове действительно помню целое дело нужно выехать было потратить кучу времени потратить кучу денег собраться организоваться мои коллеги предлагал ребята давайте руку поедем в лес там знакомым предлагал ой это некогда ой тяжело там мой там и заняты а теперь мы реально живем в лесу и от мечты они действительно сбываются настоящих классный лес польский лес где свежий воздух где кислородные можно скажем так терапию принимать дорогие друзья вот такая у нас классная сегодня прогулка выдалась и что я осознал что да не обязательно платить колоссальные деньги как я говорю чтобы радоваться жизни можно в принципе и без денег без денег жить я уже второй день живу без наличных денег и меня сейчас приходит понимание что ты когда доверяешь богу бог тебе обеспечит вчера пошли мы на рынок купили все прошу мне туда угостили помидорами огурцами то есть бог обо мне заботится он дает не самое лучшее из питания всего он посылает дождь у нас было жарко очень жарко душно было я молился господи пошли дождь боже так жарко чтобы тяжело было все 32 градуса и от реально прошел дождь теперь так хорошо стало свежо тепленько но не жарко вот такая трава красивая боже это сказка ребята я реально попал в сказку то есть именно то что так я хотел не знаю сколько эта сказка продлится неделю месяц больше я рад каждому дню и вот дорогие друзья сегодня у нас такая потрясающая живая экскурсия непринужденная очень такая неформальная если вам очень уж такой маленький обзор мои мысли может не очень такие литературные может не очень они грамотные но они от сердца вам все не то понравилось такое видео такой наш обзор как мы проводим время можете смело ставить палец вверх под моим видео подписывайтесь на мой канал и ждите новых именно включений новых обзоров наших вот здесь пребывание вот такой вот красоты вот на мой из челлендж продолжается мои испытания продолжается мой именно вызов который я бросил себе продолжается и будет много нового его интересная вообще сам не знаю чем он закончится поэтому следите за моими новыми видео не переключайтесь да не будет пока пока до связи